Смотрите, какой классный, такой сладкий. Маленький. Всем доброе утро. Иду на работу. У нас такой ясный день. Он так посмотрел. На улице показывала 19 градусов, но все равно, знаете, уже погода меняется, и даже 19 градусов летние сейчас разные вещи, потому что ветер такой прохладненький дует. Я уже видела, там у меня клиентка ждет. Хотя до открытия еще 15 минут, но она, наверное, чтобы быть первой ко мне пришла. Это у нас бар, ресторан. Открыт. Там полуоткрыт, можно сказать. Что-то открыто, что-то закрыто. Ладно, пошла я на работу. А завтра выходной. Так, мы уже покушали. Сегодня не будет. А где вы? Ох, что ты там? Баха? Баха, дай. Что ты говоришь, что баха? Баха. Ну вы, деловой. Залез. Ты что, хочешь, чтобы нам штрафанули? В общем, не будет сегодня в моем влоге ни готовки, потому что ничего не готовила. Но сейчас к чему бы это? Доедали все, что было, все, что надо, все, что не надо. В общем, все доело. Ой, у кого-то забыли. Бензина, где наливают крышку, не захлопнули. Или ее открыло, и кто-то. Моя-то закрыта, закрыта. Так, что хотела сказать? А, еду на работу. Сегодня днем. Ну, суббота, естественно, работы нормально так. Не, ну слушайте, нос прям к чешце это. Не к добру. Ой, никуда вроде не собирались. В общем, сегодня приходят ко мне клиенты и говорят, ты представляешь там, вот это моя клиентка, которая им говорила, что она зараженная. У нее, говорит, обнаружился ковид. Я говорю, да вы что? Ну я типа сделала такой вид, что я не знала. Я говорю, да вы что? А где же она, говорю, его подцепила? Ну вот они, говорит, ходили в танаторио. Ну вот это место, где прощаются с усопшими. И вот там, говорит, 12 человек, все заразились. Я говорю, ну она тоже пошла, говорю, вся больная и это. И куда же она пошла? Ну да. А я говорю, ну блин, понаставят машин, не развернулся. С одной стороны грузовик, с другой. Ехай, как хочешь. А я-то говорю, а когда же все это случилось-то? Они говорят, в воскресенье. У меня прям, фу, думаю. После меня. Я уже сегодня и маску надела такую, знаете, которая это, ну и меня оберегает, и людей оберегает. Вот. Но вчера вечером мне пришло сообщение. А, ну и, в общем, говорят, заболела она, моя клиентка, ее муж и двое сыновей. Ну, в общем, все семьи, которые вот в квартире, они живут вчетвером, вот они все и заболели. А она сама ко мне всегда ходит с дочкой своей. То есть вот эта вот женщина, которая заболела, ей 80 с лишним лет. Она ходит с дочкой, которая учительница. Там дочка не была ни на каких вот этих вот мероприятиях, вот в этих вот похоронных. И, то есть, она избежала заражения. И вот она мне вчера звонит и говорит, я завтра к тебе приду в то же самое время с мужем. Моя мама плохо себя чувствует. Ну, то есть, она мне не написала там, что там она что-то у нее серьезное или что-то. Просто, типа, не может. Плохо себя чувствует. И вот я не знаю сейчас, у нее прям в лоб спросить. Или, может быть, она сама мне расскажет, что у нее вот это. Или в лоб спросить. Не знаю даже. Хотя, знаете, такое ощущение, что, блин, чумой какой-то болеет или каким-то сифаком. Что, знаете, даже неудобно. Потому что некоторые клиентам вот так вот расскажут, что там у меня вот клиентка заболела. Подумают, что у меня вот в парикмахерской можно заболеть, заразиться. И все, и труба бизнесу накрылся. Он и так наладан дышит. Вот, потому что сейчас вообще у нас такая ситуаэшен. Даже поговаривают опять везти в этот... Как это? Какой-то зимой-то мы сидели на карантине строгом. Уже не помню, как это называется. В общем, в Гранады с понедельника нельзя не въехать, не выехать из Гранады. Вот я раньше, когда на шопинг ездила в Неваду, все, туда уже нельзя, она закроется с понедельника. То есть они там могут копошиться у себя в городе, а к ним уже, чтобы присоединиться, то такого уже будет сделать невозможно. Ну, все это длится две недели. Ну, потом, может, еще продлят на две недели. Ну, в общем, да, ситуаэшен. Короче, завтра все с Гранады к нам сюда приедут, на пляже полежат. Нас всех перезаражают и уедут с понедельника и сядут на карантин там среди них. А через две недели мы закроемся. Муж говорит, все бары переполнены, ни дистанции, ни масок, ни херасок, ничего. Поэтому вот Испания в жопе, потому что никто ничего не соблюдает, ходит туда-сюда, у всех праздник, у всех Новый год. В общем, вот так. Ну, ладно, прорвемся. Я завтра тоже, не знаю, не хочется, знаете, и кольца куда-то идти. Но сейчас будем выяснять, что-то с этой бабулькой. И главное, интересно, она говорит, дома, то есть у нее, значит, есть вот эта зараза, зараза, но в легкой форме, что ли. Хотя она такая, знаете, слабая, слабая, слабая. Я думала, если она подцепит эту заразу, то она уже не выкарабкается. Ну, смотрите. Ну, сейчас, короче, все узнаем. Все узнаем. Ладно. Едем на работу. Ну что, мы приехали на набережную. Запах просто не вспоминаю. И вот стою, думаю, и этот нравится, и тот вроде похож. Поэтому беру с собой, взяла с собой этикетку. Прям отодрала и все. Так что я приготовлена. Мужчина полголый ходит в кустах. Вот так у нас погода замечательная. Смотрите, какая классная. Прям хорошо сегодня. Не ожидала, что буду работать сегодня так, это нормально. Но поработала хорошо. Потому что иногда, знаете, вся эта ситуация. В общем, думаешь, блин. Особенно, знаете, среда, четверг. Такие, ну, плохие дни для парикмахерской. Бывает, что даже никто и не заходит. И думаешь, что все, трындецко пришел к моему бизнесу. Потом приходит суббота. И опять все восстанавливается. Встает на свои места. И опять, как говорится, хочется жить и работать. Вот, конечно, да, своим частным предпринимателям. Таким маленьким, как я сейчас, тяжело пережить бы все это. И дожить до следующего года. Ну, ничего, я, у меня хвост пистолетом. Поэтому все думают, где людей нет, чтобы пройти. Кстати, про бабушку, клиентку. В общем, не спросила я ее дочку, ну, напрямую, зараза у нее или нет. Но, когда она зашла, я ее спросила, говорю, как твоя мама? Она говорит, да была нормально. Ну, я вам уже говорила, что она постоянно, у нее слабость. Там ее постоянно возят вот так вот. Не только зараза, но она сама слабенькая. И, в общем, типа, отвезли ее опять в больницу. Но мне дочка так и не сказала, зараза у нее или не зараза. То есть, если бы была зараза, то нахрен скрывать все равно, как говорится, потом бы все это вскроется. В общем, не знаю. Самое главное, что если у нее и зараза, то она к ней подцепилась в воскресенье. А после воскресенья я уже их не видела. То есть, у меня этого нет и быть не может. Теперь нужно успокоить этим других клиентов. Потому что, знаете, вот так вот, такое время, что каждый клиент буквально на счету. Вот. И поэтому как-то приходится, как, знаете, разговаривать, общаться, уговаривать. В общем, трындец, капец. А что делать? Ну, так вот. Что мне делать? Я не знаю. Точнее, знаю. В общем, просто сейчас напишу другой клиентке, что если и была какая-то фигня, то уже я ее не видела, когда она ее подцепила. Смотрите, как солнце сияет красиво из-под этого. Правда? Ладно, неважно. Разберемся. У меня официально выходной. Завтра, сегодня. И о работе будем думать во вторник. А пока... А пока гуляем. И наслаждаемся. Я в кофте, потому что, знаете, морской ветер, он такой прохладный. Закрываю микрофон рукой. Чтобы вам он не поддувал. Везде люди, как тараканы. Там мужчина опять голый ходит. Бессовестный. Кто голый, кто, знаете, кто в фуфайках. Да, Чарли? Кто в чем? Пепелька. Ну вот. Вот что в Дон Валди здесь, как и в Лидл, привозит всякие вот такие товары. Базар называется. Я люблю лазить по всяким этим базарам, потому что все что-то интересненького привозят, постоянно что-нибудь. Только вот тут это солнце светит прямо в глаз. Сначала пойду быстренько возьму, что мне надо. Там мужчина работает, пускай он работает, свалит. Потом я пойду. Какие-то праздники, куртки, не куртки, штаны, не штаны, труселя. Такая вот тележечка 30 рублей. А вот смотрите, мне вот одна такая нужна, 2 евро. Что-то мне кажется, это дорого. В общем, буду смотреть. Это знаете что? Это вот на кровать, как это, где голова. Как это назвать-то? Ну вы поняли, да? Чтобы головой о стену не долбиться. Вот туда вот такие штуки привязывают. Вот, вот что такое интересное. Какие-то куртки. Смотрите, какая куртка интересная. Расцветка, да? Симпатичная. 11 евро всего. Вот. Видите? Элька. Интересно. Девки плясут. Прям копейки совсем. Жаль, что не написано, сколько стоило раньше. Я люблю смотреть до и после. Так. Мороженое, конечно. Что-то мне что-то интересное. Подушки. Все это у нас было. Все это у нас есть. Пончо вот 9 рублей. Такое. Или как там его? Панчо. Пончо, панчо. Что там? Не пройти, не проехать. Все, мужчина ушел. Пойду за этим. Как он называется-то? Ополаскивателем для белья. Так. Мне нравился тропикаль. По-моему, вот такой. Да. Даже не надо смотреть в это подсказку. Но сравним. Да. Подходит. Кстати, он стоит рубль 69. Но долгоиграешь и пахнет просто нереально вкусно. Так что советую. Вот, смотрите, здесь даже это. А вот, кстати, я взяла полы и мыть зеленое яблоко. Там нет. Там ничем не пахнет. А, мне еще лихия нужна. Лихия. Кондитерсента нет. Лихия парфюмада. Это хлорка. Может, большую сразу взять. Дыни. Это. Хлорка там, знаете, полы и мыть. Или еще что-то. Вот. И можно взять аммиак. А где аммиак? Аммиаками я тоже полы мою. Только аммиака что-то я не вижу. Аммиак. А, вон там, вон, с той стороны тоже разные вкусняшки придает. А что-то аммиака нет, что ли, не поймут. Так. Вот тут разные вкусняшки. Ой, тут все прям надстраивают, надстраивают. Раньше просто валялось, а сейчас... Вот такие я тоже в Лидо лизала вкусные. Все эти новогодние вкусняшки. Ладно. Так, самое главное я взяла. Теперь пойду в глаза смотреть. Смотрите, рубль девяносто девять на всякие вкусняшки. Недорого, да? Рубль девяносто девять, сто двадцать грамм. Мне кажется, совсем даже... Вот это даже уже подороже. Что-то вкусное. Что-то вкусное. Смотрите, соль здесь. Флор-дресаль. Вот Кабо-де-Гат. Вот, этот нас находится в полтора часа езды. Мы там были много раз. И вот смотрите, там соль добывают. Видите, орехи нам далось. И вот это, наверное, самая первая соль. Самая натуральная. Я, кстати... Мы хотели в этом году туда поехать. Но ситуэшн... Сами понимаете, не ситуэшн. Чтобы пойти, поехать туда. Все вот со скидками. Что-то вкусное, наверное. Рубль девяносто девять. Яблочные соки. Но в них столько всяких килокалорий. Вот сто восемь килокалорий. Хотя они вот так уж и много. Самое интересное, нужно смотреть, что... Есть ли сахар или нет. Ну, здесь все не по-нашему. Хотя, наверное, есть и по-нашему. Просто надо разбираться. Но здесь так музыка орет. Поэтому мне постоянно нужно... Оболтать. О, ну, вот сорок в сумму... По-моему, здесь без сахара. Но соками нужно быть аккуратнее. Ой, все. Можно помолчать немножко. Я уже там кое-что набрала. Смотрите. Сейчас дам упреки. Думаю, покажу вам все. Купила салфетки. У меня закончились салфетки. Такие ставлю на стол туда. В зал. Мне очень нравится. И вроде как симпатичные. Видите? Без опознавательных знаков. Что ты делаешь? Хочешь кушать? Кушай. Что ты там долбишься? Чай закончился с имбирем и с лимоном. Яйца купила вот такие. Не, ну что он там хочет? Лопай, не разговаривай. Яйца. Филадельфия взяла вот такой лайт. Может быть, какой-нибудь... Потому что десертики, смотрю, всякие разные ппшные. Там везде вот это вот идет сыр. И это на хлеб мазать. Туалетная бумага такая вот с салфетками. И мой любимый вот этот вот самый вкусный. Вкусно пахнет. Не, ну ты посмотри. Вода есть, еда есть. Ему что-то вот надо. Вкусно пахнет. И долго. Главное, долго пахнет. А поласки для белья. Ну и самое главное. Я купила вот таких три. Три вот таких вот штуки. Они идут с крышечками. Это все закрывается герметически. Смотрите, все вот так вот закрыло. Тут вот эта вот штука зачем-то сейчас надо изучить. Вот. И классная, в общем. Ее можно и в духовку, и в холодильник, в общем, и в микроволновку. Но самое главное, я ее в шайтэн машину хотела купить. И смотрите, он идеально подходит сюда, чтобы что-нибудь запекать или выпекать. Потому что классно. Вот я формочки вот эти купила. Но они такие мылипусенькие, что... Ну, хотя я делаю там десертик. Например, я вот вчера забацала. Я, кстати, хочу заснять рецептик. Забацала вчера себе запеканку. Обалденно вкусная, ппшная. Все дела. Сейчас вам покажу. С изюмом. Смотрите, это вот я в шайтэн машине сделала. Смотрите, какая она красивая. Тоже у меня силиконовая формочка. Но она мылипусенькая туда, что там ничего не умещается. Вот. Такая маленькая. И, ну, очень вкусная, кстати, с ним новый рецепт. Ну, запеканка творожная. Со сметаной вот такой лопой. Смотрите, какая сметана. Как это масло. Очень хорошее. Это из Лидола. Сколько здесь процентов жирности-то? Даже не знаю. Но очень вкусная. 24 процента. Балди тоже продается. Но вот мне больше нравится в Эркампу. В общем, посмотрите, какие классные. И они за 9 евро вот 3 штуки. Они шли с предложением. Вот. И потом что-то испек. Бац. Закрыл. И все. И оно закрыто. Смотрите, как удобно. Например, такие вот малипусенькие какие-нибудь тоже что-то туда спрятать. Классно, да? Салатики какие-нибудь наделать. Вот. В общем, суперски. Все. Вот такие вот мои покупочки. Совсем маленькие. Я, в принципе, шла за одним ополаскивателем. Ну, мы женщины как всегда. Смотрите, какая у меня фруктовая корзина красивая. Как вам? Прям хоть это натюрморт пиши, правда? Яблочки, бананчик. И это, ну, все это мне нельзя. Я сейчас на ужин съем вот это зеленое яблоко. Оно у меня последнее осталось. Потому что зеленые яблоки не такие калорийные, как красные. Но они не такие сладкие. Поэтому, я надеюсь, это творожный сыр. Хотя я не знаю. Сейчас посмотрим. Продолжение следует.